Чила Прабхупада Ки Джай Шимат Бхагаватам Ки Джай Итак, мы начинаем Шимат Бхагаватам, песнь 1, глава 1, вопросы мудрецов, текст 3 Ом намо Бхагавате Васудэвая Ом намо Бхагавате Васудэвая Ом намо Бхагавате Васудэвая Нигама Калпатарор Галитам Пхалам Шукамукхат Амритадрава Самютам Пибата Бхагаватам Расам Алаям Мухура Хау Расика Бхуви Бхавука Пословный перевод Нигама Ведических Писаний Калпатаро Древо Желаний Галитам Спелый Пхалам Плод Шука Шишукадева Госвами Впервые поведавший Шимат Бхагаватам Мухат из уст Амрита Нектар Драва Негустой, который поэтому легко глотать Самютам Совершенный во всех отношениях Пибата Вкусите же Бхагаватам Книга Знания о вечных взаимоотношениях с Господом Расам Сок То, что приносит наслаждение Алаям Вплоть до освобождения и даже в освобожденном состоянии Муху Всегда Ахо О В смысле восклицания Расика Те, кто в совершенстве знают расы Бхуви На земле Бхагавука Мудрые и многоопытные Перевод и комментарии Его Божественной Милости Бхактивиданта Сами Прабхупады О искушенные и вдумчивые люди Вкусите Шимат Бхагаватам Зрелый плод Древа желаний Ведической литературы Он изошел из уст Шишукадевы Госвами Отчего стал еще вкуснее Хотя его нектарный сок И прежде приносил наслаждение всем Включая и освобожденные души Комментарий тут довольно большой В двух предыдущих шлоках Было убедительно доказано Что Шимат Бхагаватам Это возвышенное произведение Которое Благодаря своим трансцендентным качествам Превосходит все прочие ведические писания Оно трансцендентно Ко всякой мирской деятельности И мирскому знанию В этой шлоке утверждается Что Шимат Бхагаватам Не только высочайшее писание Но и зрелый плод Всей ведической литературы Иначе говоря Это сливки ведического знания Поэтому так важно Слушать его терпеливо и смиренно Следует воспринимать послание Шимат Бхагаватам И его наставления С великим почтением и вниманием Веды сравниваются с древом желаний Так как содержат все знание Которое может быть доступно человеку Они рассматривают вопросы Связанные и с материальными потребностями И с духовным осознанием В ведах содержатся систематизированные Основы знания В социальной, политической, религиозной, экономической, военной и медицинской сферах Химии, физики и метафизики И прочих предметах А также все, что необходимо знать Для поддержания тела Кроме того, там есть специальные указания Направляющие человека к духовному самосознанию Систематизированное знание Постепенно поднимают живое существо на духовный уровень И высочайшее духовное осознание Это понимание того, что личность Бога Является источником всех духовных вкусов Рас Начиная с Брахмы И самого первого живого существа Рожденного в этом материальном мире И кончая ничтожным муравьем Все хотят наслаждаться определенным вкусом Ощущаемым чувствами Эти чувственные удовольствия Определяются термином раса Существуют различные виды рас В богооткровенных писаниях Перечислены 12 разновидностей рас Первое – Раудра Гнев Второе – Адбута Удивление Третье – Шингара Супружеская любовь Четвертое – Хася Смех Пятое – Вира Рыцарство Шестое – Дая Милость Седьмое – Андасия Служение Восьмое – Сакхя Дружба Девятое – Бхаянака Ужас Десятое – Бибхатца Потрясение Одиннадцатое – Шанта Нейтральные отношения Двенадцатое – Вацали Родительские отношения Совокупность этих рас Называется любовью Любовь рождается Так, секундочку Что-то у меня планшет погас Сейчас Любовь Проявляется в первую очередь В поклонении Служении Дружбе Родительской Привязанности Супружеской Любви Когда же эти Пять видов Проявлений Отсутствуют Любовь косвенно Выражается в виде Гнева Удивления Смеха Рыцарства Страха Потрясения И так далее Например Раса любви Мужчины и женщины Называется Супружеской Любовью Но когда эти Любовные отношения Нарушаются Могут возникнуть Удивления Гнев Потрясения И даже ужас Порой Любовные отношения Между двумя людьми Достигают Своей кульминации В ужасных сценах Убийства Эти расы Проявляются В отношениях Между людьми И между животными В материальном мире Невозможны Взаимоотношения Или расы Между Животным Между человеком И животным Или между Человеком И живым Существом Другого вида Обмен расами Происходит Между представителями Одного вида Что же касается Духовных душ То они Качественно Едины с Верховным господом Поэтому Первоначально Обмен расами Происходил между Духовным живым Существом И Духовным целом Верховной личностью Бога Духовный обмен Раса Между живыми Существами И Верховным господом Во всей своей полноте Проявляется В духовном бытии Поэтому В шруте мантрах В ведических гимнах Верховная личность Бога Называется Первоисточником Всех рас Общаясь С Верховным господом И находясь С Ним Во взаимоотношениях Своей изначальной Расы Живое существо Обретает Истинное счастье Шруте мантры Указывают Что каждое Живое существо Имеет Своё изначальное Естественное Положение С присущей Ему Определенной Расой Которой Оно Обменивается С личностью Бога Изначальную Расу В полной Мере Можно ощутить Лишь Освобожденным Состоянием В материальном Мире Раса Принимает Извращенную Временную Форму Поэтому Расы Материального Мира Проявляются В материальной Форме Раудры Гнева И прочего Таким Образом Тот Кто обладает Полным Знанием Этих Различных Рас Которые Являются Основной Деятельностью Которые Являются Основой Деятельности Способен Отличать Ложное Проявление Изначальных Рас Отражающихся В материальном Мире Сведущий Ученый Стремится Наслаждаться Подлинной Расой В ее Духовной Форме Вначале Он хочет Слиться Со Всевышним Так Не очень Разумные Трансценденталисты Не постигнув Различные Расы Не могут Выйти За пределы Концепции Слияния С духовным Целым В этой Шлоке Определенно Говорится Что Духовную Расу Которые Наслаждаются Даже В освобожденном Состоянии Можно Ощутить Слушая Шимат Бхагават Так Как Это Произведение Зрелый Плод Всего Ведического Знания Смиренно Слушая Это Трансцендентное Произведение Можно Полностью Удовлетворить Желание Своего Сердца Но Нужно Быть Очень Осторожным Так Как Слушать Это Послание Следует Из Надлежащего Источника Из Такого Источника И был Получен Шимат Бхагават Его Принес Из Духовного Мира Нарада Муни И Передал Своему Ученику Шив Ясад Последний В свою Очередь Поведал Это Послание Своему Сыну Шили Шукад Госвами А Шила Шукад Госвами Передал Его Махараджи Парикшиту За Семь Дней До Его Смерти Шила Шукад Госвами С самого Рождения Был Освобожденный Душой Он Был Освобожденным Уже В очреве Своей Матери И После Рождения Не Проходил Никакого Духовного Обучения Человек Только Что Появившийся На свет Еще Ни на что Не Способен Ни В мирском Ни В духовном Смы Но Шишу Кад Госами Был Освобожденный Душой И ему Не нужно Было Проходить Через Постепенный Процесс Развития Чтобы Достичь Ступени Духовного Самосознания И Положения Поднявшись Над Тремя Материальными Гунами Его Прилекла Эта Трансцендентная Раса Раса Верховной Личности Бога Которому Поклоняются Освобожденные Души Воспевающие Гимн И Вед Игры Верховного Господа Больше Привлекают Освобожденные Души Чем Мирских Людей Господь Несомненно Не может Быть Безличным Потому Что Обмениваться Трансцендентной Расы Можно Только С Личностью Шимат Багаватам Повествуют О трансцендентных Играх Господа Шишико Девы Гусами Последовательно Описал Их Поэтому Содержание Шимат Багаватам Привлекает Людей Всех Классов Включая Ищущих Освобождение И тех Кто хочет Слиться С высшим Целом Санскритское Слово Шука Означает Попугай Когда Эта птица Клюнет Своим Красным Клювом Созревший Плод Он Становится Еще Слаще Зрелый И сочный Плод Ведического Знания Получен Из уст Шилы Шукад Вегусами Который Сравнивается С попугаем Не потому Что был Способен Пересказывать Шимат Багаватам В точности Таким Как услышал Его от Своего Ученого Отца А за Своё Умение Преподнести Это Произведение В привлекательном Для всех Категории Людей Форме Шимат Багаватам Преподносился Устами Шишу Кад Вегус С вами Так что Любой Искренний Слушатель Внимающий Ему Со смирением Может сразу Ощутить Его Трансцендентный Вкус Отличающийся От извращенных Вкусов Материального Мира Этот Созревший Плод Не упал Ни с того Не из всего С высшей Планеты Кришналоки Напротив Его Осторожно Бережно И не повредив Опустили По цепи Ученической Преемственности Недалекие Люди Не принадлежащие К цепи Трансцендентной Ученической Преемственности Совершают Грубые Ошибки Пытаясь Постичь Высочайшую Трансцендентную Расу Называемую Танцем Расы Не следуя По стопам Шукадевы Гасвами Бережно Передающего Этот плод По ступеням Трансцендентного Осознания Нужно быть Достаточно Разумным Чтобы понять Величие Шимат Багавата По тому Насколько Бережно Обращались С ним Такие Личности Как Шукадевы Гасвами Метод Ученической Преемственности Школы Багаваты Предполагает Что и в будущем Нужно Постигать Шимат Багават Слушая Истинного Представителя Шилы Шукадевы Гасвами Профессиональный Чтец Зарабатывающий На чтении Багават Не имеет На то Права Безусловно Не является Представителем Шукадевы Гасвами Единственная Забота Такого Человека Зарабатывать Себе На жизнь Поэтому Нужно Избегать Лекций Подобных Профессионалов Обычно Такие Люди Обращаются К самой Сокровенной Части Произведения Минуя Процесс Постепенного Постижения Этого Серьезного Предмета Как правило Неверно Понимаемого Недалекими Людьми Некоторые Считают Его Безнравственным Другие Пытаются Скрыть Его Суть За собственными Глупыми Толкованиями Они Не хотят Следовать По стопам Шилы Шукадевы Гасвами Из Вышесказанного Следует Что тот Кто Серьезно Изучает Расу Должен Принять Послание Багаватам По цепи Ученической Преемственности Идущей От Шилы Шукадевы Гасвами Которые Излагают Багаватам С самого Начала А Непроизвольно Желая угодить Обывателям Имеющим Ничтожные Познания В науке О трансцендентам Шимат Багаватам Преподносится Так бережно Что искренне Серьезный Человек Может Сразу же Насладиться Зрелым Плодом Ведического Знания Просто Вкушая Нектарный Сок Исходящий Из уст Шукадевы Гасвами Или О Магьяна Тимиранда Ся Генанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтан Маноби Штам Стапитам Энабу Талей Сваям Рупа Кадам Ахи Дадати Сва Паданти Кам Ванча Калпату Рубья Ча Криппа Синхупья Эвача Патита Нам Павани Бхё Вайшнаве Бхё Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтан Прабу Нитян Ананда Шри Адвай Тагад Дхара Шри Ва Сад Га Бхак Тав Ринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нигам Кал Патар Гал Литам Палам Шукам Мукхат Амрита Дровам Сам Ютам Пибата Бхагават Ам Расам Алая Мугу Раго Расика Бху Ви Бхав Вука О искушенные Вдумчивые Люди Вкусите Шимат Бхагават Зрелый Плод Древо Желаний Ведической Литературы Он Узошел Из уст Шишукад Девы Госвами Отчего Стал еще Вкуснее Хотя Его Нектарный Сок И Прежде Приносил Наслаждение Всем Включая И Освобожденные Души В комментарии К этому Стиху Шила Прабхупада Много Разных Тем Вскрывает Что В общем-то За одну Лекцию Это абсолютно Нереально Все эти Темы Покрыть Поэтому Поговорим На ту Тему На которую Мы можем Говорить На которую Есть Квалификация Остальных Тем Мы лишь Коснемся Коротко Итак Этот стих Появляется В определенном Контексте Это Третий Стих Шимат Бхагават Который По сути Дело Он Провозглашает Прайоджану Или Цель То есть Расу Переживания От этого Вкуса Отношений Первый Текст Шимат Бхагават Там Он Представляет Собой Самбанху И Провозглашает Тему Книги Там Определяется Верховный Господь С первых же слов Васудева Кришна Как Цель Его там Объявляют Абсолютной Истиной И И Говорится Сатям Парам Дхимахи Я Медитирую На эту Абсолютную Истину В этом Первом Стихе Говорится О том Что С одной Стороны И называют Васудева Это Имя Васудева Оно имеет Два Значения С одной Стороны Это Всепроникающий Господь То есть С этим Именем Фактически Характеризуется Его статус Что он Является Всепроникающей Абсолютно Истиной Васудева И второе Значение Имени Васудева Обозначает Сын Васудевы То есть Указывает На отношения Что несмотря На то Что это Всепроникающая Абсолютная Истина Васудева С ней Возможные Отношения Потому что Он явился Как сын И так В одном Слове Два Момента Абсолютная Истина И то что С ней Возможные Отношения Причем Такие Сокровенные Как в роли Сына И как мы Узнаем Дальше Есть еще Более Сокровенные Второй Стих Шима Отбагава Там Он Является Абхидей Он Показывает На процесс И Что нужно Делать Для того Чтобы С этой Истиной Вступить В отношения И Описывает Истинную Религию Как Практику Полностью Свободную От всех Материальных Примесей И что Вся Вот эта Кайта Вадхарма То есть Религия Смешанная С материальной Мотивацией Она Удалена С Шима Отбагава Там Даже Где-то Там Где Упоминаются Какие-то Фрагменты Этой Кайта Вадхармы В Багават Там Она Фактически Скажем Так Осуждается То есть Есть Личности Герои Шима Отбагава Там Есть Антигерои Шима Отбагава Там Вот То есть Потому что Шима Отбагава Там Также Учит И Показывая Как Надо Делать И Как Не Надо Делать Вот Поэтому Тут Принцип Что Шима Отбагава Там Нет Места Кайта Вадхарме Он Проглашается С самого Начала Чтобы Не Было Ложных Ожиданий От Шима Отношения И Третий Стих Шима Отбагава Там Которые Мы Сами Прочитали Он Указывает На Прайоджину На Цель Потому что Целью Всякой Деятельности Является Наслаждение Вот И Часто В умах Преданных Слово Наслаждение Имеет Такой Как бы Ругательный Оттенок Мы Не Наслаждаться Шилапарупада Говорит Мы Должны Наслаждаться Но Правильно Наслаждаться Наслаждаться В процессе Служения То есть Нет Никакого Какой Крамол Ничего Плохого В слове Наслаждения Потому что В конце Концов Верховный Господь Высший Наслаждающийся А он Наслаждается Кем Нами Значит Мы Тоже В этом Протесте Наслаждения Играем Важную Роль Просто В Правильном Положении В Правильном Настроении В Подчиненной Роли Итак Это Статус С этого Стиха Вот А теперь Можно Пойти По некоторым Моментам Потому что Строй Ну как Вот На санскрите Как стих Изложен И как Он Изложен Уже На английском И в переводе На русский Последователь Несколько Разная То есть Допустим На санскрите Начинается Со слов Нигама Калпатар Галита Мхала То есть Говорится Что Тачимат Багават Имирается Зрелым Плодом Древа Желаний Вот А в русском переводе Начинается С других Вещей Там говорится О искушенные Вдумчивые Люди Вкусите Шимат Багават И потом Начинает Что Вот Он Зрелый Плод И так Далее Вот Поэтому Граматика В разных Языках Разная Поэтому При переводе Возможны Такие Перестановки Вот Но мы Можем Начать С первого Слова Которое В санскрите Дается Итак Нигама Нигама Калпатар С одной Стороны Калпатар Мы знаем Что это Древо Желаний Которое Исполняет Все желания В том числе Как материальные Так и духовные Вот Но Нигама Обозначает Буквально Нисходящий То есть Веда Это то Что не зашло К нам И В целом Можно Ведическую Литературу Разделить На Эти два Раздела Нигама И Агама То есть Есть Разный Способ Анализировать Вещи Раскладывать Их Мы знаем Что есть Шрути Прастхана Смрити Прастхана Яя Прастхана Или Иногда Веды Анализируются С позицией Тематики Допустим Карма Канда Гяна Канда Упасана Канда Бхакти Канда И Также Сами Писания Можно Разделить На Нигама И Агама Нигама Обозначает Буквально Нисходящий Агама Обозначает Восходящий Или Допустим Услышанное Шрути И Смрити Запомненное Так Можно Разделить Литература Шрути Услышанная Литература Относится К категории Нигама И Главное А вот Допустим Панчара Атры Бураны Относятся К категории Агама И в чем Между ними Принципиальная Разница Принципиальная Разница В том Что Литература Нигама Это то Что Подчеркивает Это внутреннее Глубинное Единство Бога И его творения Бога И живых Существ Потому что При таком Нашем Непосредственном Материальном Наблюдении Это Единство Нас Богом Оно Показывает Что Сарвак Хал Видам Брахма Все Есть Брахман То есть Вывод Всех Писаний Нигама Это Показать Единство Что Мы С Богом Единой Природы Но Если Мы Остановимся Только На этом Будем Подчеркивать Только Единство И Не Подчеркнем Отличия Тогда Совсем Непонятно Что Делать С Этой Абсолютной Истинной Если Бог Брахман И Я Брахман В общем-то Мы с ним На каком-то Одном Духовном Уровне То Отсюда Не вытекают Отношения Отсюда Вытекает Максимум Что Вот Это Саюджа Мукти Желание С этим Брахманом Слиться Не Раствориться Прошу Заметить Да А именно Слиться Вот Потому Что В 24 Стихе Второй Главы Бхагавадгиты Когда Кришна Описывает Качество Душе Он Говорит Акледья Она Нерастворимая Вот Поэтому Утверждение О том Что Раствориться В Брахмане Они Являются Этимологически Неправильными Не Раствориться А Слиться С ним Это Очень Важный Тонкий Момент Итак Литература Нигама Это То Что Подчеркивает В основном Единство Литература Агама Панчара Пурана В основном Подчеркивают Бхеду Отличие Итак Единство Мы знаем В нашей Философии Ачинти Абьеда Абьеда Татва Обозначается Термином Абьеда Что Весь мир Неотличен От Бога И материальная Природа Неотлична От Бога И живые Существования Отличны От Бога Почему Потому что Они исходят От Бога А все Что из него Исходит Естественно Неотлично От него Но Если мы Останемся Только на этом Это Затрудняет Наши отношения С абсолютно Истинной Вот А отношения Важны Для чего Для того Чтобы в конце Вот И поэтому Другой Такой Большой Раздел Ведической Литературы Агама Он Уже Показывает Подчеркивает Большие Отличия Чтобы Показать Что Хотя Мы Едины С ним По природе У нас Статус То есть Татва Различная Он Вишну Татва Мы Джива Татва Вот И соответственно Он Выше Мы Ниже Есть Определенная Иерархическая Связь Вот Но Кришна Ради Отношений Может Это то что происходит В Духовном мире Когда Кто-то равен Ему Друзья Кто-то Даже Старше Чем Он Родители Играющие Роли Естественно Это Лилы Это Роли Уже Вот То есть Очень важно Понять Что Вот Эта Литература Агама Брахма Самхита Которая Описывает Допустим Сразу Ишварах Парамах Кришна Сразу Кришну Провозглашает Что Он Сатчетананда Виграха И так далее Вот И отношения С ним Различные Там Описывает Вот Или Шима Адбага Они делают Акцент На Бьеде На Отличии Вот И так Из этого Вытекает То что Мы Можем Общаться Потому что Мы Другие То есть Мы с одной Стороны Одной Природы Брахман Но Тем не менее У нас У каждого Индивидуальная Природа И благодаря Этой Индивидуальной Природе Существует Разнообразие Вот Как известно Есть мать Наслаждений Кришна Так Так Много Нас Всех Создал А потому Что От каждого И нас Исходит Что-то Совершенно Уникальное Дайте Людям Одну И ту же Песню Скажите Спой Да Вот И каждый Споет Как-то Немножечко По-своему Вот Потому что У каждого Будет Какая-то Своя Интерпретация Какое-то Своё Чувство Свои Какие-то Акценты В каком-то Немножко Своем Ритме С какими-то Вот такими Своими Особенностями Он споет Или дайте Человеку Разным людям Один и тот же Рецепт Одни и те же Ингредиенты Сказать Приготовьте Вот это Блюдо Они все Будут Абсолютно Разные Хотя По одному Рецепту Приготовлены Это Называется Индивидуальность Итак Кришна Создал Такое Огромное Количество Индивидуальных Живых Существ Именно Для того Чтобы Переживать Разнообразие Вкусов Ну И Если Мы Не Хотим Этого С ним Он Говорит Ну Хорошо Пожалуйста Я Высшее Вечно Сознающее Существо Которое Что Исполняет Желания Всех Остальных Незапамятных Фремен Эко Один Бахунам Многих Что Ио Видат Хати Каман Всю Их Каму Все Их Материальные Желания Он Исполняет Вот Это Одна Постановка Вопроса Но Шримад Багаватам Предлагает Нам Сменить Парадигму Вместо Того Чтобы Удовлетворять Свои Чувства Отдельно От Бога Вот Можно Испытать Счастье То есть Удовлетворить Свои Же Чувства Но В связи С ним Для этого Необходимо Поменять Сознание Вот Причем Сознание Не на сознание Какого-то Раба Такого Слуги Которые Прямо Там Под Каким-то Давлением Заставляют Его Служением Занимается А тот Кто Занимается Служением Как Естественным Проявлением Своей Любви Вот То есть Сначала Идет Любовь Потом Идет Служение Конечно Наше Служение Начинается До Любви Называется Вайди Бхакти По Правилам Но Мы Это Делаем Потому Что Знаем Что Внутри У нас Есть Это Чувство Кришны Его Необходимо Пробудить Определенным Образом До Тех Пор Пока Это Служение Не Станет Спонтанным Естественным Мотивированным Любовью Допустим Если Мы Изучаем Нектар Преданности То Есть Мы Узнаем Оттуда Что Эмоция Или Наша Практика Связанная С эмоцией Она Может Быть Двух Форм Чешта Рупа И Бхава Рупа Чешта Рупа Обозначает Что Мы Прилагаем Усилия То В Моем Преданном Служении Я Проснулся Послушал Что Так Какие Наставления Сказал Так Я Должен Чешта Я Прилагаю Определенные Усилия Абхава Рупа Обозначает Что Я Совершаю Своё Служение Кришне Не на основе Каких-то Внешних Стимулов А Просто Потому Что У меня Есть Любовь И Моё Служение Кришне Это Не Проявление Чувства Долга Это Проявление Любви Естественное То Это То К чему Необходимо Прийти И Для Того Чтобы Этим Служением Заниматься И Так Это То Что Буквально В первой Строчке Этого Стиха Нигама Калпатар Галитам Бхалам Итак С одной Стороны Шимат Бхагава Там Сам По Себе Как Пурана Как Литература Смрити Относится К Агама Но Здесь Говорится Что Это Нигама Калпатар Галитам Что Это Зрелый Плод Древо Желаний Идущих Из Нигама Из этих Вет И Объяснение Такого Что Агама Это Просто Практические Инструкции К Применению Нигама Поэтому Хотя Это Вроде Как Разные Разделы Они Диалектически Связаны Потому Что Это Часть Одного Процесса Далее Теперь Определяется Это Писание Как Плод И Плод Это То Что Люди Ценят Плоды Покупают Фрукты Потому Что Эти Фрукты Полны Этого Вкуса Расы То Есть Фактически Это Приглашение Нас На Пир Как В русском Варианте О Искушенные И вдумчивые Люди Вкусите То Есть Нас Приглашают Чем То Угоститься Вкусить Нам Предлагает Этот Вкус Это Приглашение Определенное Побуждение Приходите Сейчас Будет Что Что На Лекции Может быть Ходит Меньше Людей Когда Просад Сразу Аудитория Удваивается Если Не Утраивается То Есть Потому Что Этот Вкус Который Мы Привыкли Получать Из Пищи Он Для Нас Более Доступный В то Время Как Вкус Шимат Багава Там Он Более Тонкий Потому Менее Доступный Поэтому Никто Не засыпает На Обеде Но Во время Лекции Засыпают Иногда Люди Потому Что Этот Вкус Оказывается Им Недоступным Может Быть Лектор Неквалифицирован Может Бый Слушатель Неквалифицирован Так Или Иначе Кто Неквалифицирован И По Этой Причине Расы Расы Не Возникает И Человек Смотрит На Часы И Думает Когда Ж Другой Вкус Наступит Поэтому Мы Узнаем Что Существуют Различные Уровни Расы Есть Джада Раса Джада Раса Это Вкусы Материального Мира Которыми Мы Каждый День Наслаждаемся Мы К ним Стремимся Это Обычные Вкусы То Что Связано С Пятью Материальными Элементами Звуки Которые Мы Слышим Какие Прикосновения Которые Мы Испытываем Ощущение Тепло Холодно Гладкое Шершавое Приятное Неприятное Какие Формы На которые Мы Смотрим Регулярно Нам Что-то Предлагают Какую-то Рекламу Какие-то Образы Через Эти Образы Пытаются Привлечь Наше Внимание Каким-то Объектом Какие-то Вкусы Люди Готовят Разные Блюда Какие-то Запахи Ароматы То есть Пять Элементов Материального Творения В разных Гунах Предлагают Нам Джада Расу И Люди Находятся В поисках Этого Они Делятся В социальных Сетях Какими-то Фотографиями Это Образы Или Какой-то Музыка Каким-то Видео Чем-то Еще Вот Они Может быть Не могут Поделиться Там Пищей Но Они Делятся Рецептами Вот Такой Рецепт Другой Рецепт То есть Постоянно Происходит Обмен Джада Расы То есть Люди Делятся Картинками Звуками Тем Всем Другим Третьим Вот Вот Она Возрастает Одно Дело Когда Я Ем Один Другое Дело Когда Я Пригласил Друзей И мы Вместе За столом Это Раса Она Больше Потому Что Другие Тоже Наслаждаются Какой-то Такой Кумулятивный Эффект Возникает Как Вот Допустим Я Один Повторяю Мантру Это Одно Когда Картин Совсем Другое Хотя Мантра Та Же То есть Некая Такая Массовость Она Добавляет Тоже Определенного Вкуса Итак Это Джада Раса Вот Также Мы Знаем Что Есть Сваргия Раса Сваргия Раса Это Более Тонкие Вкусы Которыми Наслаждаются Полубоги На земле Сваргия Раса Тоже Может Быть Проявлена В форме Какого-то Утонченного Искусства То есть Такие Как Это Поэзия Какая-то Высокая Музыка Чувств А подключение Еще Более Тонких Структур Допустим Разума Да Вот Есть Какие-то Примитивные Вещи Которые Понятны Всем Человек Живет Хлеб Или Он Собаке Может Дать Хлеб Она Тоже Может Оценить Это Все Или Какое-то Другое Блюдо А уже Допустим Какую-то Тонкую Музыку Литературу Поэзию Какие-то Такие Вещи Это Чтобы Оценить Здесь Кроме Вкуса Еще Разум Определенный Иметь Надо И так Это Сваргия Раса Более Тонкие Вещи Которыми Можно Наслаждаться Более Продолжительно Поэтому Полубоги Долго Живут Наслаждаются Всеми Утонченными Вещами Вот И Есть Вайкунд Хараса Вайкунд Хараса Это Как раз Вкусы Духовного Мира Которые Требуют Максимальной Квалификации Иногда Мы Слышим Люди Что-то Такое Немножко Познакомившись Поверхностно Допустим С Духовной Традицией Что-то Там Почитав О Кришне О Его Играх Они Говорят А Не Слишком Ли Это Как-то Ну Примитивно Или Скучно Да Ну Вот Кришна Там С Друзьями Там Где-то Он Там В лесу Играет И так Далее Там Со Своими Подругами Танцует Но Как-то Все Это Кажется Что По Какому-то Динамизму Это Проигрывает Наши В гуне Страсти То есть Сейчас Люди Устраивают Такие Всякие Увеселительные Мероприятия Столько Всего Такое Динамичное Яркое Вот Эта Гуна Страсти Такая Прям Выпуклая Такая Кричащая Очень Такая Яркая И Люди Обретя Такой Опыт Допустим Каких-то Материальных Наслаждений Где-то Как-то С духовным Пересекаются Они говорят Ну Как-то Немножко Как-то Бледновато Все Это Скучновато Как-то Пресно Да А в чем В чем Вообще Суть Вайкун Харасы Мы не Видим Особенных Оснований Менять Свою Жизнь Вот на Это Да Потому Что С нашей Точки Зрения Нам кажется Что Это Как-то Все Не Очень Тем Более Что Это Все Вроде Как Вечности Повторяется Одно И то же Нет Они Говорят Мы Не Готовы Менять Свою Допустим Джада Расу Или Какую Такую Утонченную Знаете Такую Богемную Сваргия Расу На Вашу Вайкун Харасу Потому Что Как-то Она Нас Не Убеждает Вот И Мы Думаем Ну Да Действительно Как-то Тем Более Что Нам Тоже Может Духовного Вкуса Не Хватать Потому Что Вкус И Допустим В страсти Он Пожалуйста Доступен Вот Только Деньги Есть Иди Наслаждайся Что Называется Денег Нет Будешь Как Такой Ханжа Ругать Это О Это Чувствие Наслаждения Оно Такое Выясняет Той Человек Просто Денег Нет Наслаждаться А Предоставь Ему Возможности Он Забудет Про Всю Разочарований Ой У меня Не получилось То Не получилось Это Я Не Смог Сделать Карьеру Не Сложилась Там Любовь Или Допустим Не Могу Путешествовать По миру Или Что То Еще Допустим Какие Кармические Ограничения У человека Очень Сильные И Он Начинает Ругать Это Все Это Материальное Существование Ханжески Ругать Потому Что У него Возможности Такой Нет Ну Дай Ему Эту Возможность И Он Скажет Ну Да Мы Мы Потом Духовная Потом Сейчас У нас Вот Это Вот И Таких Примеров Их Очень Очень Много Вот Поэтому Отрешенность От Материальных Вещей Она Может Быть Двух Видов Основанной На Разочаровании И Основанной На Высшем Вкусе И То Что Основано На Высшем Вкусе Это Настоящее Отречение То Отречение Говорит Все Вот Эта Отрешенность В Гуне Страсти Не Может Быть Ни Долго Ни Постоянно Это Проверяемые Вещи Легко Вот И Так Что Мы Можем Возразить На Вот Эти Аргументы О Что Вайкунд Хараса Или Духовный Вкус Он Какой То Не Убедительный Для Людей Вот Им Кажется Какой То Он Примитивный Такой Знаете Искушенным Западным Людям Нет Не Убеждает Не Убеждает И Тут Мы Узнаем О Том Что Вайкунд Хараса На Самом Деле Проходит В сфере Духовной Энергии То Допустим Джада Раса И Сварге Раса Они Проходят В сфере Материальной Энергии Внешней Вот И у нас Есть Опыт Взаимоотношения С этой Энергии Внутренняя Энергия Совсем Другое Вот В этой Жи Первой Главе Первая Песня Восемнадцатом Стихе Говорится Что Игры Верховной Личности Бога Происходят Под влиянием Внутренних Энергий Не Внешних Понимаете Вот И Вот Это Как раз Ключевой Момент Потому Что Когда Мы Смотрим Или Читаем Что-то Об этой Внутренней Энергии Но С позиции Обычного Обывателя С позиции Материальной Энергии Нам Как раз Это Кажется Чем-то Таким Вялым Пресс Достаточно Динамичным Не Таким Уж Прям Привлекательным Потому Что Мы Внутреннюю Энергию Оцениваем По Внешним Параметрам С позиции Внешней Энергии И Кажется Что Это Проигрывает Игры Кришны Не Выглядят Такими Уж Привлекательными Как Кажется Но Здесь Как раз И Есть Ключевой Момент Что Игры Кришны И Соответственно Раса Которая В этих Играх Раскрывается Это Все Проходит В форме Внутренней Энергии И Внутренняя Энергия Обладает Совсем Другой Природой Я Сейчас Не помню Точные Ссылки Но Там В первой Песне Шимат Багава Где-то Я Потом Найду Может В комментарии Шила Прабхата Говорит Что Внутренняя Энергия Отличается От Внешней Тем Что В ней Присутствует Внутренний Динамизм Внутренняя Динамика То есть Внешняя Энергия Она Внешне Динамичная То есть Допустим Людей Привлекает Какой-нибудь Спорт Футбол Танцы В общем Что-то такое Там Где много Движения Такое Все яркое Как-то Все красиво Динамичность Говорит Ну Давай Вот Вот Такая Внешняя Динамика А Духовная Жизнь Кажется Людям Такой Достаточно Как бы Такой Пассивный Человек Сидит Допустим В медитации Да Какой-то Такой Внешней Динамики Особенно Нет Слова Однообразные Может быть Нет Такого Ну Разнообразия Мелодий Да Там Какой-нибудь Музыкант Выпускает Свой Новый Альбом Там 12 Композиции Они Все Разные Именно Благодаря Если бы Он Энергия Она требует Такого Внешнего Разнообразия Она Не глубока Материальная Энергия Поверхностна Внешняя Поверхностная Поэтому Здесь Происходит Компенсация За счет Внешнего Разнообразия Фор В то Время Как Внутренняя Духовная Энергия Она Внешне Кажется Не такой Уж Разнообразной Но Там Присутствует Внутренний Динамизм И Внутренний Динамизм Это И Секрет Духовной Жизни То есть Пока Человек Не вошел В эту Внутреннюю Энергию Он Оценивает Духовную Деятельность С позицией Материальной Понимаете И поэтому Она ему Кажется Неинтересной Какой-то Пресной Лишенной Разнообразия Потому что Это Внутренняя Динамика То есть Подумайте Сами Ашила Парупада Неоднократно Говорил Вы не можете Повторять Допустим Какой-нибудь Кока-кола Кока-кола Там Два Часа Вы С ума Сойдете От этого Кола Кола Кока-Кока То есть Безумие Какой-то Но Вы Можете Повторять Два Часа Харе Кришна Хотя Внешне Это Ну Как Похожие Какие-то Звуки Почему Потому что Харе Кришна Это Что Такое То Что Произошло Из Духовного Мира А Духовный Мир Это И есть Сфера Внутренней Энергии Это Вот Оттуда Все Вот То есть Это Некий Наркотик Все знают Какая-то Зараза Это Кока-Кола Вредный Продукт Но Все Продолжают Пить Наркотик Такой Легкий Наркотик Вот Но Повторять Эти Имена Это Невозможно Абсолютно Материальные Да Вот То есть Мы Можем Заниматься Вот Этой Деятельностью Каждый День По Два Часа И Если Мы Это Делаем Правильно То Есть Так Сказать Вероятность Что Возрастает Вкус Понимание Как-то Вот По меньшей Мере Человек Чувствует Какую-то Внутреннюю Силу И Очищение Если Он Пока Не Испытывает Вкуса По меньшей Мере Он Испытывает Вот Это Некоторое Очищение Какую-то Благость Твердость И Внутреннюю Силу Хотя Бо На Этом Уровне Какие-то Симптомы Правильного Воспевания Могут Проявляться И Так Это Возможно Именно Повторять Одно И Тоже Именно Потому Что Это Относится К другой Энергии К Высшей Энергии И Поэтому Присутствует Что-то Такое Внутреннее Что Отсутствует В материальных Вещах Какие-то Самые Популярные Песни Шлягеры Эти Певцы Которые Их Поют Они Поют По 20 Они Уже Нравится Деньги Им За Это Платят Понимаете Да А Внутри Они Говорят Я Уже Ненавижу Эту Песню Понимаете Просто Потому Что Она Может Быть Талантливая Все По Материальным Понятиям Но Она Лишена Внутреннего Динамизма Там Нет Внутреннего Васту Сути Васту Обначает Внутренняя Сущность Внутренняя Динамика И Это Как Раз Есть Главный Секрет Духовной Жизни Когда Человек Перешел Из Сферы Внешней Энергии В сферу Внутренней Энергии То есть Получается Что Кришна Открылся Ему Он По Другому Воспринимает Личность Бога Он По Другому Воспринимает Его Имена Он По Другому Воспринимает Само Вот Это Служение Именно Потому Что Открылся Внутренний Мир Внутренняя Динамика Может быть Внешней Ограниченности Форм Человек Входит В какую-то Абсолютно Другую Пространство Любви Которое Закрыто Для большинства Людей То есть Для большинства Людей Это пространство Любви Оно Ограничено Гунной Страсти Которое В конце Концов Мы знаем Страсть Переходит Во что В невежество В какое-то Разочарование Разрыв Отношений И так далее Вот это Опыт Материальных Отношений Материальной Любви Вот Но В духовном плане Имеет Тенденция Как раз К возрастанию Потому что Само по себе Слово Брахман Или духовная Энергия Обозначает Великий Или другое Значение Расширяющийся То есть Имеющий Тенденцию К расширению В то время Как в материальном Мире Мы знаем Какая тенденция Гун Благость Страсть Невежество Пробуждение Какая-то Динамика Страсть И потом Невежество Разрушение То есть Все здесь Начинается То есть Возрастание Хаоса Разрушительных Процессов В любой Замкнутой Системе И поскольку Материальный Космос Это замкнутая Система Эти оболочки Вселенной То здесь Все процессы Любые Которые Начинаются Все они Благостные Начинания Все у нас Будет то У нас Будет это Мы знаем Что в конце Концов Будет Это в какой-то Степени Развивается Потом Это все Либо Разрушается Либо Нуждается В определенном Реформировании Реформация Это не что иное Как смерть Одна Реформа Обначает Смена Формы Одна Форма Умерла Другая Форма Страны Умирают Страна Жила В каком-то Одном Строе Потом Наступил Кризис Коллапс Страна Вроде Та же Самая Но Уже Суть Другая Переродилась На Новые Власти Новые Отношения Новые Законы И так Далее То есть В материальном мире Все повинуется Этому Закону Разрушения Вот Но Духовная Реальность Она Обладает Принципиально Другой Природы И так Другой Момент Который В этом Стихе Еще Провозглашается Это Квалификация Слушателя Что Это Расика Искушенные И вдумчивые Люди Расика Это Обозначает Человек Знающий Толк Вкус Во Вкусах Такой Знаете Гурман То есть Специалист Который Разбирается Во Вкусах Которому Не просто А дайте Что-нибудь Там Поесть И все Там Желудок Набить Нет Человек Который Разбирается Во Вкусах Вот То есть Это Очень Тонкая Такая Наука Ишила Прабхупада Касается Ее Он Перечисляет В Комментарии 12 Раз Выделяет Что Есть 5 Основных Да Это Шанта Нейтральное Такое Поклонение Издалека Богу Когда Человек В таком Находится В восторженном Созерцании Бога Его Творения Но На некоторой Дистанции Не вступает Такие близкие Отношения Вот Дасия Это уже Более Такое Близкие Отношения Сакхия Это уже Паритет На равных Мы общаемся С Богом Под влиянием Йога Майя Живое существо Считает Бога Равным Себе И далее Уже Вацалия Мадхурия Это уже Более Высокие Расы Которые Происходят Целиком И полностью Под влиянием Йога Майи Потому что Никто не может Быть родителем Богу Но под влиянием Йога Майя Они играют Эти роли Потому что Кришна Хочет Наслаждаться Родительской Заботой Поэтому Он играет Роль Ребенка И так далее И так Это пять Основных Раз И Семь Второстепенных Эти Семь Второстепенных Как тоже Некоторые Специи Допустим Там есть даже Такие Вот как Бхая Ужас Да Вот Или Бибхатца Там по моему Павупада Как Какое-то Отвращение Или что-то Такое Там Такой Ужас Да Какой-то Вот В другом месте Он переводит Бибхатца Как Отвращение Вот То есть Всякие Разные Такие Косвенные Эмоции Это примерно То же самое Как Вот знаете У нас Есть блюдо Но если В это блюдо Не положить Никаких Специй Все равно будет невкусно Вот Поэтому Там кто-то По Своим вкусам Да Кислинка Горчинка Чего-то Острого Там Такого Сякого Вот Но А эти Вкусы Являются Вторичными То есть Можно сказать Так Что 5 основных Раз Это основное Блюдо Да А 7 Вторичных Это Некие Специи Которыми Эти блюда Приправляются Вот Если Просто Положить На тарелку Перед Соль Там Кориандр Что-то Еще Вы Не будете Это Есть Вот Но Когда Это Смешано С основным Блюдом Тогда Нормально Тогда Нормально То есть Эти 7 Вторичных Раз Они Придают Дополнительные Вот Такие Оттенки Обертона Определенные То есть Создают Некое Разнообразие Вот Потому Что Допустим Вот Это Основное Чувство Любовь Да Допустим Вот Это Супруже Шрингара Раса Да Вот Допустим Есть Встреча Кришна С Гопи Там С С Они Радуются Этому Потом Вдруг Кришна Исчезает Чувство Любви Остается Но Появляется Удивление Куда Он Делся А Потом Страх Ой Как же Мы Без Него Да Или Что-то Еще Потом Кришна Появляется И Там Все Начинают Смеяться То есть Это Такие Дополнительные Эмоции При Основной Это Вот Стхай Бхава Она Остается Основная Раса Но Она Разнообразится Дополнительными Какими-то вещами Вот Когда Начинается Там Какие-то Эти Мальчики Пастушки Не Пускают Гопи Вот Начинают С ними Чуть ли Не Драться Там Давайте Платите Данте Говорят Нет Ты Начинают Кидать Какими-то Горшками С молоком Что-то Еще В общем Такие Вещи Это Дополнительные Такие Определенные Акценты Которые Разнообразят Основную Расу Вот То есть Это Все Является В материальном Мере Мы тоже Видим Это Что В той Самой Любви Иногда Люди Испытывают Печаль Иногда Они Испытывают Такую Яркую Радость В рамках Одного И того Же Чувства Возможно Эмоциональные То есть Вот Есть Чувство А Есть Эмоция Эмоция Это Форма Протекания Чувства То есть Чувство Остается Одним И Тем Ж Любовь Но Любовь Проявляется Как Эмоция Печали Иногда Как Эмоция Восторга Или Чего То Еще Подчеркиваю Что Это Все Происходит В сфере Внутренней Энергии Не Внешней Энергии Вот В материальном Мире Шила Прабхупада Говорил Что Мы Имеем Некие Искаженные Отражения Этой Духовной Реальности Чем Они Искажаются Они Искажаются Гунами Они Искажаются Индивидуальной И коллективной Кармой И Все Это Вместе Называется Опыт Материальной Жизни Когда Человек Допустим Полный Ожиданий Каких-то Надежд Молодой Говорит Вот У меня В жизни Будет То Я Научусь Тому Сему У меня Будет Семья У меня Будет То Другое Друзья То есть Он Полон Ожиданий Чего Предвкушения Расы Что Он Будет Начальником Карьеру Он Будет Большим Боссом И У него Будет Подчиненный Или Что Он Будет Мужем Или Женой Или Кем То Еще Он Предвкушает А потом Когда Сделаем Бизнес У нас Все Будет Классно Будем Отдыхать Будем Ходить На охоту То есть Все О чем Думают Люди Это О Различных Расах Или Им Хочется Комедию Посмотреть А то Им Хочется Ужас Посмотреть Какую-то Трагедию Еще Что Это Такое Это Потребность В разных Специях Это Потребность Разных Вкус Вот Но Здесь Это Все Так Я Сказал Замешано На Карме Замешано На Трех Гуннах И Поэтому Соответствующие Последствия Что Живую Слышь Что Какой-то Вкус Получили А Послевкусие Они Часто Травятся Они Гат О Я Разочарован Нет В этом Мире Ни Любви Ни Счастья Ни Дружбы Люди Предают Друг Друга Продают Друг Друг Друга И Так Далее И Так Далее Вот И Поэтому Шримад Багава Там Вот Это Вот Приглашение Вкусите О Искушенные И Вдумчивые Люди Вкусите Этот Высший Плод Это Определенная Реальная Альтернатива О Том Что Которая Которая Провозглашает Существование Высшего Вкуса Вот Но Также Мы Знаем Что Этот Высший Вкус Он Не Дешевый То Есть За Всякий Вкус Надо Платить Если Вдеть В Какой То Крутой Ресторан Знаете Что Там Порядок Цен Сильно Будет Отличаться От Какой Там Придорожной Столовки Понимаете Вот Потому Что Другие Ингредиенты Другие Повара Другой Класс Обслуживание Все Другое Платить Нужно По Другому Другой Ценник Совершенно Вот Поэтому С одной Стороны Нам Предлагает Высший Вкус Но Также Мы Должны Знать Цену Вот И Эта Цена Фактически Фактически Жертва Всей Своей Жизни Вот И Понятное Дело Что Не Все Готовы На Такую Жертву Поэтому Многие Люди Так Сказать Ходят Вокруг Да Около Прицениваются Торгуются А Вот Подешевле Можете Мне Расу Продать Сахаджи Называется Это то О чем Прабхупада В комментарии Тоже Там Говорит Что Да Есть Высшая Раса Он Говорит Но Нужно Эту Расу Получать Под Квалифицированным Руководством От Представителей Что Когда Вы С вами Тогда Вы Ее Получите А Если Вы Сами Решили Какой Суррогат Разбавить За углом Эту Расу Кому По Дешевке Продать Он Говорит Это Сахаджи То Не Получите Вы Будете Обмануты Потому Что Квалификации Адхикары Нет А для Того Чтобы Эта Адхикара Для Переживания Этой Высшей Расы Появилась Для Этого Требуется Развить В 9 Стихе 12 Главы Бхагавадгиты Кришна Говорит О том Что Если Ты Не Спонтанно Помнить Об Мне Тогда Следуй Садвани Регулируешь Принципы Бхагтёги Так Ты Разовешь Себе Желание Достичь Меня Желание Достичь Меня Это И Есть Как раз Результат Правильной Садваны Правильной Практики Когда У нас Появляется Адхикара Желание Переживать Отношения С Кришной Быть С Ним Как Можно Чаще Слушать О Нем Как Можно Чаще Служить И так Далее То Это Результат Правильной Садваны Это И Есть Наша Адхикара Вот Это Вот И Будет То Что Квалифицирует Нас Для Переживания Этого Высшего Вкуса Ну Я думаю Что Пора Наверное Так Уже Мне Закончить Почти Час Продолжается Мой Монолог Теперь Мы Можем Обсудить Какие То Вопросы Здесь Единственное Что Я хочу Вам Через Свою Программу Бандикам И Я Так Экран Сделал Что Я Не Все Вижу Так Сейчас Может Быть Может Быть Чтобы Облегчить Мне Жизнь Вы Будете Голосом Задавать Вопросы Чтобы Мне Не Менять Настройки И так Далее Единственное О чем Хочу Сказать И Предупредить Мы Скоробач На Парабуде Говорили Что Это Видео Я Потом Выложу На Своем Канале А Есть Некоторые Люди Которые Не Желают Как Это Свой Портрет Светить Публичном Пространстве Вот И Здесь Такая Особенность Что Задающий Вопрос Он Может Появиться На Видео Но Если Вы Не Включать Видео Можете Задать Вопрос Ну Просто Голосом Без Включения Видео Тогда Вы Сохраните Свою Анонимность Если Для Вас Начнем Вопрос Ответ Если Вас Не Смущает Пожалуйста Включайтесь Видео И Вы Станете Звездой Ютуба Пожалуйста Я Не Вижу Текстов Давайте Голосом Общаться Да Обычно Мы Голосом Задаем Вопрос И Попрос Им Также Прямо Включаем Видео И Задавайте Вопрос Что Был Такой Личностный Контакт Спасибо Огромное Проджин Докуман Пару За Замечательное Такое Я Сказал Структурированное Объяснение Этого Стиха Как Парьоджины И Также Комментарии Швак Рубады Сейчас Мы Сделаем Короткое Объявление И После этого Мы Можем Перейти К Части Вопрос Ответ Пожалуйста Кто У нас Сегодня Приман Дорогие Требовные Кто смотрит Нас В Витюле Отправляйте Свои Вопросы Служи Поддержки Нашего Сайта Ссылка Есть В Ате Кто В Зуме Если У вас Есть Вопросы Нажимаясь Поднять Руку Мы Включим Микрофон Благодарю Вот Матаджи Ранга Поднимает Вас Почти Не Слышно Или Микрофон Отключен Или Что-то Как Сейчас Так Вы Включите Да Вот Теперь Говорите Ага Только Погромче Можно Да Да Вас Слышно Просто Чуть Чуть Тиховато Представляете Чуть Чуть Громче Говорить Давайте Я Ставлю На Ушку Ну Как-то Не Очень Членораздельно Но Попытайтесь Вы Где-то Я Смотрю На Улице Да А вот Так Лучше Слышно Вот так Вот так Слышно Да Так Слышно Сейчас Я Отключила Наушники Да Ага Ага Дорогие Прямите Мой Поклон Пожалуйста Раджан Докумак Раму Очень Благодарна Вам За Глубокую Лекцию Очень Много Вопросов Конечно Как Всегда Да И У нас Мало Возможности Задать Несколько Вопросов Но Один Из Вопросов Мне Вот Очень Затронула Тема Вы Когда Говорили Что Мы Приглашаем Вкусить И Также Затронуло То Что Люди Действительно Духовная Это Глубинная Она Глубокая А То Что Внешняя Деятельность Все В основном Любят Внешнюю Деятельность И Все В основном Привлекаются То Что Такая Материальная И Как Нам Как Проповедникам Пригласить Научить Приглашать Людей Даже Преданных Даже Среди Преданных Мы же Проповедуем Мы же Не только Среди Непреданных Проповедуем Как Сделать Так Чтобы У меня Просто Много Таких Служений Как Я Составляю Там Расписание Лекторов Естественно На Лекции Не так Много Народу Бывает Чем На Просад На Просад Всегда И Очень Хочется Как Нам Передать Вот Этот Вкус Как Нам Научиться Привлекать Именно Чтобы Те У кого Те Кто Привлекается Просадом Также Могли Привлекаться Лекциями И Как Задействовать Я Очень Хочу Задействовать Служение Очень Хочу Чтобы Напад Я Понял Да Я Понял Я Понял Да Понимаете Здесь Технологии Вот Какой То Внешней Технологии Передавать Вы можете Только То Что У вас Есть Вот И Поэтому Здесь Если Вы Хотите Чтобы Больше Людей Приходило На Багава Там Должны Быть Проповедники Которые Привлекают То Есть Иногда Мы Пытаемся Привить Какой Такой Знаете Административный Ресурс Вот Все Должны Там И Так Далее Или Еще Там Что Небудь Как В Храмах Были Времена На Багава Там Не Был Завтрака Не Получишь Ну Такие Глупости Понимаете Такое Тоже Бывало Иногда Бывало Вот Это Чисто Административные Механизмы Которые Конечно Плохо Работают Ну Конечно Если Там Брахмачария Живущий В храме И Вы Сказали Не Придешь На Багава Там Завтрака Не Получишь Для Него Это Мотивация Серьезная Вот Но Мы Об Этим Сейчас Не Будем Говорить Взрослые Люди Вот Храмах Мало Кто Живет Вот И Завтрак Не Зависит От Того Было На Бхагават Не Был На Бхагават Вот Но Здесь Очень важно Понять Что Шила Прабхупада Привлек Людей Не Столько Может Тем Что Он Говорил Сколько Своей Персоной Целостностью Личности То То Что Он Говорил И То Что Он Являл Своей Жизнью Это Было Идентичное Личность Бхагават Понимаете Да Вот Но Конечно Ж Шила Прабхупада Он В таком Как говорится Роде Один Да Не так Много Людей Которые Представляют С собой Такую Целостность Но Я Просто Вам Показываю Что Где Ключ Понимаете Что Чем Более Проповедник Является Реализованной Личностью Живущей Этим Самым Тем Более Естественно Люди Будут Привлекаться То Искусственно Как-то Форсировать Процесс Здесь Не Удастся Понимаете Вот И Все Вот Поэтому Вы же Киртон Вернее Кому Вы Даете Петь Киртон Тем Кто Умеет Петь Киртон Правильно Во-первых У него Есть Музыкальные Способности Голос Все И плюс Есть Какой-то Вкус Вот Кого Приглашаете Петь Киртон Правильно Вот Точно Так же И Вы Приглашаете Давать Лекции Людей Которые Точно Также Имеют Квалификацию Они Знают Шастры Как Минимум Да Вот Они Умеют Говорить Вот И плюс У них Есть Некая Реализация Ну Бхава То есть Им Есть Чем Поделиться То есть Они Не Просто Там Формально Чего Там Отчитали Отцитировали Вот А Им Есть Чем Поделиться Личный Опыт Понимаете Тут Реализация Вот Что Привлекает Людей Вот Поэтому Это Все Или За счет Того Кто Приглашает На Бхагават Вот Я Поняла Про то Что Меня Не Слышно 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 Вот Просто Я Реально Очень Реализованных Личностей Приглашаю На Бхагават Специально Чтобы Они Делились Твоим Вкусом Вот И 60 Человек Допустим Живут В общине А Приходят 5 Человек Ну Тогда У меня Есть Некоторые Некоторые Сомнения В том Что Вы Сказали Потому Что Квалифицированный Лектор Он Не Просто Сам По Себе Квалифицированный Не То Что Он Сам В себе Знаете Такой Самородок Самоценность Квалификация Лектора Состоит В том Что Как Раз Он Умеет Заинтересовать Людей То Что Он Сам В себе Что Знает Или Реализовал Это Одно Но Дар Проповедника Это Суметь Заинтересовать Других Людей Если Он Говорит Поверх Их Голов Или Говорит Какие-то Вещи Которые Может Для Них Не Очень Актуальны То Он Их Не Зацепит Понимаете Вот Поэтому Кроме Того Что Он Знает Шастри Реализован Сам В себе Он Должен Быть Ну Скажем Так Педагогом То Он Должен Понимать Как Давать Знания Потому Что Смотрите Есть Просто Знание О Кришне А есть Знание О том Как Давать Знания Если У вас Есть Знание Как Таковое Но Нет Знания Как Давать Знания Что Вы Дадите Понимаете Вы Можете Очень Реализованного Лектора Пригласить Детский Исад Сказать Ну Проведи Лекцию Для Детей О Кришне И Он Если Он Не Педагог Он Растеряется Понимаете Он Сам Реализованная Личность Но Он Не Сможет Заинтересовать Детей Потому Что Дети Это Определенный Уровень Сознания Понимаете Вот Поэтому Проповедник Это Не Только Человек Знающий Что И имеющий Какой Опыт А Это Также Умеющий Подавать Так Чтобы Заинтересовать Людей Как Говорится Зацепить За Живое Это Особое Искусство Не Просто Что Он Знает Много Шлок И так Далее И он Читал То И все И все Труды Ачарь Это Все Прекрасно Но Если Он Не Обладает Даром Презентации И Не Способен Заинтересовать Людей То Мало Кто Сможет Оценить Его Квалификацию Понимаете Да Понимаю Спасибо Большое Харе Кришну Харе Кришну Пользуйся Своим Положением Ведущего Я Хотел Спросить Мне Очень Понравилось Про Жен Ракумар Праву Вы Сегодня Затронули Эту Тему Чувства И Эмоции Чувства Любовь Эмоции Это Разного Рода Проявления Этих Эмоций Эмоции Это Как Форма Протекания Чувства Протекания Чувства Протекания Чувств Это Очень Понравилось В связи с этим Я хотел задать вопрос Может быть Не совсем Скажем так Красивый вопрос Будет А вот Шалапрупаду Комментарий Пишет Что В материальном мире Невозможны Взаимоотношения Или расы Между Человеком И животным Или Между Человеком И живым Существом Другого Вида Сейчас Мы можем Наблюдать Так Как Среди Людей Человеческая Раса Или Джада Раси Или Сварги Раси Очень Много Проблем Очень Многие Люди Разочарованы И Соответственно Можем Странные Вещи Наблюдать То есть Людей Отношения С животными И так далее Там И свадьбы Проводят Наследство Оставляют Такие вот То что здесь Утверждает Шалапрупада Невозможны Террасы Можно ли Это назвать Расой Или что-то Другое Когда Шалапрупада Говорит Что Невозможна Раса Между Людьми И животными И так далее Имеется ввиду Полноценное Полноценное Вот Потому что Ну как Человек же Можешь любить Свою кошку И собаку Правильно И кошка Собака Ему платит Взаимностью Там Мурлыкает Там Все Тоже Ласкается Да То есть Отношения Есть Но Они Не являются Полноценными То есть Это Скажем Такие Ну Урезанные Варианты То есть Потому что С животным Вы не можете Там Вы что-то Ему Говорите А вы думаете Что если Он смотрит Вам преданно В глаза Собака Она вас Понимает Она Она понимает Только эмоцию Что что-то Хорошее Говорят А детали Конечно Она не понимает Поэтому Все это Назвать Расой Полноценной Невозможно Я могу Сказать Что у меня Есть Раса С моим Компьютером Допустим Да Вот Что я Там Что-то Из своего Компьютера Получаю Какие-то Там Звуки Там Картинки Видео Что-то Еще Это Раса Да Но Это Неполноценная Раса Понимаете Потому что Компьютер Это Некая Симуляция Реальности Он Как Голосовой Помощник Алиса Там Что-то Мне будет Отвечать И говорю Алиса Найди Мне То Или Все Алиса Что-то Мне Скажет Модулированным Голосом Но Это Не Есть Отношение Понимаете Да Это Это Неполноценная Раса Вот Поэтому Когда Парупада Говорит Об этих Вещах Что Между Людьми Животными Невозможны Расы Имеется Ввиду Полноценный В полной Мере Вот Потому что Животное Не понимает Большей части Того Что мы Говорим Или Делаем Оно Чувствует Что Вот Меня Здесь Кормят Обо Мне Здесь Заботятся И Поэтому Вот Оно Рядом Держится Понимаете Да Вот Это Не Есть Полноценная Раса И То Почему Люди Вот Сейчас Ну Как Б Скатываются К этому Всему Это Уже Ну Скажем Такое Как бы Дно Да Дно На которое Скатились Живые Существа Лишенные Изначальные Расы Потому что Жить Совсем Без Вкуса Живое Существо Не Может Это Одна Из Одна Из Проблем В Духовной Жизни Когда Допустим Мы С одной Стороны Заинтересовались Высшим Духовным Вкусом Но Атхикары Квалификации Переживать У нас Пока Еще Нет Но Привязанность К старым Вкусом Есть И Поэтому Человек Разрывается Одной Стороны Разумом Он Убеждает Себя В том Что Вот Нужно Кришне Стремиться Да Вот Но Если При этом У него Как бы Такой Ну Дефицит Вкусов И Отношений В жизни Материальной Что Он Начинает Делать Начинает Кино Смотреть Там Что То Еще Он Начинает Питаться Расами Других Потому Что Совсем Без Этого Всего Человек Не Может Жить Если Человек Долгое Время Вот Это Без Расы Находится Он Снается Психически Ненормальным Понимаете То Допустим Как Люди Психами Становятся Дети Там Из Неполных Людинцев Этих Самых Семей Он Видит Допустим Что Там Отца Нет Мать Одиночка Или Наоборот Отец Какой Пьяница С матерью Дерутся Скандалят Постоянно То есть Он Не в атмосфере Любви Растет Понимаете А в какой-то Неестественной Атмосфере И потом Он сам Становится Моральным Уродом Понимаете Да Вот То есть Именно Вот Эта Нехватка Нормальных Отношений Раз Она И порождает Всевозможные Вот такие Какие-то Отклонения Там Эти Се Девиации Извращения Что Хотите Понимаете То есть Ключом Этого Всего Является Дефицит Расы Вот И все Потому что Как гласит Веданта Сутра Раса Вай Сага То есть Брахман Он Есть Брахман А Брахман Есть Раса То есть Брахман Независимо От того Высший Брахман Или Яков Читическая Брахмана Мы Живем Расами Живем Вкусом Ананда Майя Бья Са Стремление К Ананде Это Естественное Стремление Вкусом Пошел В магазин Купил Водки Консервы Кильки В томате Вот Его Раса Понимаете В гуне Невежество Но Без Этого Он Не Может Жить Посади Его В пустую Комнату Где Нет Ни Книг Ни Телевизора Ни Музыки Ничего Ни Холодильника Чем Он Будет Наслаждаться Он С ума Сойдет Понимаете Не Не Почитать Не Посмотреть Не Послушать Не Пообщаться Не Поесть Он Не Переживает Расу Вот И Как бы Духовной Жизни Как я Сказал Часто Под влиянием Гун и Страсти Мы Хотим Форсировать Процесс Быстро Все Сделать Это Не Получается И Человек Как бы В каком Таком Непонятном Состоянии Вроде Как Он Уже Там Не Зная По Своему Стажу По Срокам Пребывания Уже Там Должен Быть Где-то Там Высоко Понимаете Уже Должна Быть Высшая Раса А По Кем-то Внутренним Своим Привязанностям Допустим Этого Нет Его Тянет Назад И Ему Нужно Выглядеть Как Он Продвинутый А На самом Деле Он Внутри Продвинутым Не Является Тянется Назад Понимаете И Как Поточное Производство За Такое Количество Времени Нужно Сделать Столько Болванок Такой Формы Такого То Качества Но Люди Не Болванки А Жизнь Это Не Прямая Автострада У Каждого Своя Линия Судьбы Это Дорога Кто По Открытой Автостраде А Кто В Пробке Едет В Час По Чайной Ложке Понимаете У У Кого Что Процесс И Говорим Что Вот Там Так 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 Как В Мультфильме Все Быстренько А В Реальности Реальность Сносит Как Свои Коррективы И Получается Что Люди Застревают Где-то Там Надолго Где-то На Обочине Или В Какой-то Там Пробке Или Что-то Еще С С Ними Происходит От Этого Не Меняется Философия От Этого Не Должна Быть Какая-то Поддержка Допустим Если Я Отправляюсь В Дорогу Я Буду Долго В Дороге Это Обозначает Что Допустим Негде Мне Поесть И Так Далее Значит Я Что Я Беру С С С Что-то Понимаете У У У Ней Внутренний Должен Ресурс Откуда Я Буду Питаться Если Из Ум Становится Ресурсом Этой Рас Человек Начинает Вспоминать А что Было В Его Жизни Там Кладезь Самскар Каких-то Чувственных Переживаний И так Далее Понимаете Вот Но Так Или Иначе Человек Будет Искать Эту Рас Либо Во Внешнем Мире Либо Своих Собственных Фантазиях И Воспоминаниях Спасибо А Матаджи Ольга Включайте Микрофон Харе Кришна Дорогие Преданные Примите Мои Поклоны Пожалуйста Харе Кришна Враджендра Кумар Прабу У меня Такой Вопрос Вы Когда Рассказывали Про Внутренние Внешние Энергии И Затронули Такую Тему Художники Оперные Певцы У них Вот Эта Способность Красоту Передавать Природы Художники Те Же Самые Оперные Певцы Если Их Ну Не так Много Скажем Так Единицы Которые Могут Передать Чувства И Такие Чувства Любви Переживания За что-то Вот У меня Такой Вопрос Откуда Они Берут Эту Внутреннюю Энергию Чтобы Передать Нам Это Все Это У них Находится В тонком Теле Вот Эти Какие-то Воспоминания Что Вот Они Рисуют Или Способны На сцене Вот Так Выступать Как Это Происходит Все Очень Очень Просто Во-первых Кришна Говорит Я Есть Талант В Человеке В Десятой Главе Бхагавадгиты Это Первое А второе Ведь У Настоящего Есть Корни В Прошлом Лежащие И Допустим Если люди Были Какими Ганхарвами Теперь Они будут Оперными Певцами У нас Здесь Понимаете Да Вот Все То есть Определенные Способности Из прошлого Способность Сама По себе Это Кришна А человек Наделенный Ею Значит Он Своей Какой-то Добродетельной Кармой Заслужил Это И теперь Он Является Неким Таким Временным Отражателем Какого-то Вибхути Какого-то Достояния Кришны Это Изначально Все Оттуда Потому Что Все Пение Все Все Виды Искусства Это Все Из Духовного Мира То есть Допустим Когда Мы Читаем Брахма Самхиту Там Шримати Радхарани Гопи Какими Там Видами Искусства Они Владеют Перечисляется 64 Вида Искусства Это Все Высокохудожественное Понимаете Поэтому Это Все Изначально Из Духовного Мира И Музыкальная Изобразительная И прочие Прочие Вечи Это Все И Там Поэзия И Все Это Все Из Духовного Мира Идет А Все Остальные Просто Отражают Это В Больше Или Меньшей Степени По Своей Карме Если Они В Спасибо конечно раса есть раса даже не только вайкунхи вы можете просто съесть соленый огурец это будет раса вы пережили понимаете вкус то есть просто нужно понять что есть изначальные вещи изначально это кришна поскольку он изначальный и отношение с ним соответственно изначально все остальное это отражение как вот то же самое допустим есть солнце да и все остальные лампочки этого мира это не что иное как проекции солнца вот и все то есть вот есть одно солнце есть много-много-много лампочек на земле или все лампочки как такие мини солнце и поэтому точно так же изначальная раса нас кришной все остальные это просто вот эти вот проекции отражения пожалуйста очень интересно мне показался в ответ когда вы рассказывали о том что мы иногда не учитываем вот это индивидуальные особенности да что человек уже внешне может занимать какое-то положение расследовать чему-то внутренне у него есть тяга к совершенному другим вещам и это можно и у начинающих преданных видеть когда они приходят и еще вроде бы чувства сильны а тебя тут со всех сторон убили и человеку буквально на части разрывает и может быть это уже и или вы сказали что если человек уже строго следует чему-то да но тяга есть он начинает жить воспоминаниями выход только один ну как вот говорят все духовные учителя просто продолжай то есть это обозначает что мы находимся надо понять два момента да то есть смотрите две энергии высшая энергия идущие из духовного мира да вот она и духовного мира и мы находящиеся здесь в материальном мире и материальный мир его с чем сравнивают наиболее частая аналогия это океан называют бхава сагара океан материального существования океан это что такое океан обозначает волны да а волны обозначает что вверх-вниз амплитуда да то вы наверху того внизу это обозначает что материальная жизнь она нестабильна в принципе вообще нестабильна и любой человек он проходит вот так вот волнообразно все вверх-вниз 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 все пять материальных элементов которые мы контактируем это все волны волны эфира воздушные волны волны света волны воды даже земля это волна застывшая лава все волны понимаете на вот есть мы находимся в океане океан обозначает волна а волна обозначает вверх-вниз вверх-вниз то есть это обозначает что единственное что гарантировано любому битателю материального мир от нестабильность это единственное что гарантирует нестабильность есть ничего в принципе не может быть стабильным и так это положение в котором мы практикуем духовную жизнь на нас нисходит некая духовная энергия и вот они мы вверх и не сверху не сверху не с таком состоянии находимся это обозначает что если мы не понимаем природы этого поля деятельности то мы как правило имеем ложные ожидания от духовной жизни вот поэтому когда кришна в 13 главе бхагавадгиты определяет знания он год знанием именуется понимание поля деятельности знающего его знающий поле это душа и параматма само поле деятельность это материя и так первое что мы должны сознавать поле деятельности наше тело и где мы находит находимся да мы должны понимать где мы находимся если мы под влиянием какого-то такого ну не знаю какой-то блажи такой псевдо духовной блажи забываем абсолютно о положении где мы находимся и не знаем природу собственного тела это обозначается стопроцентной вероятностью мы имеем ложные ожидания от своей судьбы и от динамика стопроцентно вот то есть духовная энергия как дождик она продолжает лица на нас сверху да это милость наступает сверху но положение в котором мы находимся она никогда не бывает стабильным понимать единственное состояние когда человек прошел анардха не врите мы знаем наступать состояние ништхи да ништха обозначает что его больше уже не качают все эти вещи да почему потому что он закрепился в духовной сфере то есть допустим пока вы находитесь в лодке на волнах вы будете испытывать качку каждую волну вы будете чувствовать дань но если вас подняли с этой лодки волнах уже не касается понимаете да одна за ништха брахма ништха человек укрепился на духовном уровне а брахма ништха обозначает что это обозначает что его сердце уже нет анардх то есть анардха не врите пройдено это обозначает что так или иначе человек совершил какую-то очень важную внутреннюю работу которая позволила ему освободиться от всего этого кришна может освободить нас мгновенно понимаете то есть для света нету сложности рассеять тьму для света не сложности россии тьму времени на это не нужно мгновенно она исчезает но если человек находится внутри помещения то это он решает насколько он свет впустит туда понимаете да это я решаю насколько открою широко двери ставни окна понимаете а так для света рассеять тьму времени не нужно это мгновенно может произойти по воле кришны и процесс затягивается по одной простой причине что мне как находящемуся внутри этого поля деятельности не хватает понимания решимости чего-то там еще до какого-то вдохновения полностью открыться кришна поэтому тема затягивается да вот вот в чем секрет вот поэтому что нам нужно вы говорите а что же делать с этой ситуацией необходимо продолжать контакт с вдохновляющими источниками которые вдохновляют нас больше открываться кришну потому что для кришны очистить нас это вопрос одного мгновения даже меньше понимаете но почему мы не решаемся на это разные причины либо я не готов кармически не готов то есть но грубо говоря мне не хватает пуньи благочестия ведь что кришна гается в богороди 728 до что те кто совершали благочестивые поступки в прошлом и в этой жизни те чьи греховные действия полностью прекращены они с решимости отдуется предному служению мне с решимостью а что на решимость влияет какие-то сдерживающие факторы внутри правильно да то есть мне не хватает пуньи благочестия вот и а какие-то еще грехи а они самскары какие-то имеют а мне и мой ум требует повторить я еще раз хочу вот это понимаете это вот и есть сдерживающие факторы которые не позволяют мне с решимостью отдать себя преданному служению поэтому я отдаю себя преданному служению но не с решимостью а так вот на волнах материального существования сегодня больше завтра меньше после завтра выходной понимаете вот то есть поэтому а у человека есть от хикара квалификации нужно понять одну вещь есть дхарма это то что мы должны понимаете а если хикара это то что мы можем и невозможность человека требует то что он не может то есть дхарма а блин часть что мы должны предатся кришне должны но вот насколько это адхикара больше меньше понимаете да один придался конечно на один процент другой на сто процентов оба предались то есть дхарма выполняется но в связи с адхикарой это определение адхикары это ключевые вещи этим должен заниматься не знаю учитель наставник тот узнает нас наблюдает нас он определяет адхикару если вы приходите спортивный зал и видите там всякие разные спортивные снаряды штанги там что-то еще и увидите там каких-то атлетов которые там подымают что-то да вы не можете как они сразу да вы надорветесь поэтому есть инструктор который говорит вот начинаем вот с такого уровня да и потом постепенно вас ведет увеличивает нагрузку определен то есть он определяет вашу адхикару иначе вы инвалидом станете в этом спортзале то есть вы там не накачать набор набор сломаетесь понимаете да вот и поэтому вот определение адхикара это ключевой момент то же самое допустим я сейчас приехал вот вудупе да тут я лечусь то есть допустим из процесс лечения а есть моя адхикара сколько я могу принять допустим сейчас вот я пью это масло гида вот сколько смогу три дня пять дней семь дней понимаете один человек три дня и больше не может все у него начинается уже выходить из агитом сказать из разных мест понимаете все уже организму не усваивает а туда может неделю это принимать понимаете и доктор смотрит и меняет схемы лечения зависит от хикаро он к так тебе больше тебе меньше там что-то еще понимаете да этот индивидуальный подход и вы теперь понимаете да что у нас как бы с этим мягко выражать слабо дело обстоит вот здесь причина понимаете что имеется поточный метод и имеется нехватка индивидуального подхода вот все но решение по-прежнему одно решение по-прежнему 1 продолжать контактировать с источниками вдохновения которые помогают нам раскрываться то есть чтобы наша адхикаро росло потому что адхикара к счастью это понятие динамическое она может увеличивать желательно чтобы он увеличивать поэтому если мы контактируем с источниками вдохновения то есть надежда что наша адхикара предаваться кришне будет расти и соответственно вкусы будут возрастать духовно вот это принципиальное решение ничего другого здесь не найдете ну или какая-то не знаю там особая милость прям такой вот не знаю там килограмм или тонна милости духовно на вас упала и все это сразу все вопросы решились понимаете да но это исключительные случаи крипоситхи а большинство людей конечно приходится из своей кармы так сказать постепенно выбираться пожалуйста включайте микрофон знаете у меня было несколько вопросов несколько раз трубы поднимала опускала сейчас вообще уже другой вопрос появился вот карма она на определенную жизнь как-то фиксированное ее количество или продолжающейся нашей практикой допустим мы потихоньку и очищаем очищаем то есть она как будто бы в конечном сосуде будет уменьшаться уменьшаться или все таки будет подливаться из других то что мы живем миллиарды жизни она наверняка будет подтекать в этот процесс то есть ее постоянное будет количество или все таки будет уменьшаться опять же когда во время джапы ты читаешь это и я воспеваешь у тебя бывает вот пара тройка дней просто ты не сильно вот как на этой волне на пике все чисто ум спокоен сознание чистое все прекрасно джапа идет просто летит песня а бывают такие моменты что ну просто простите меня хоть вешайся это вот вот это карма она либо дать либо молчить скажем так и получается что вот 30 лет спустя допустим в практике ум он будет действительно вести себя спокойно умиротворенно или он также будет беситься просто будет сила разума как больше чтобы смочь как-то вот взять под контроль этот ум восьмой клубе бхагавадгиты кришна говорит вечно меняющаяся материальная природа называется адибхута она постоянно изменяется и поэтому мы испытываем разное состояние быть один день хорошо другой день плохо да вот потому что мы знаем в течение лунного месяца луна каждый день входит в новую ног шатру ног шатру надо то есть 12 знаков зодиака из 27 ног шатур в каждом знаке зодиака по 2 с четвертью ног шатуры находится вот и ног шатуры это разные настроения ног шатуре тажоны смы бога луны воды поэтому луна которая символизирует наш ум приходя в новую ног шатур кождев новом настроении находится понимаете немножечко и мы за ним поделать ничего не можем потому что наш ум это отражение луны Поэтому, естественно, что будет меняться настроение, да, вот, есть Накшатры, Ракшаса Накшатры, есть Мануши Накшатры, есть Дева Накшатры, божественные, там, демонические, человеческие, и поэтому сегодня мы в возвышенном состоянии, а завтра нам какое-нибудь, не знаю, там, мясо с кровью хочется, ну, грубо говоря, я утрирую, конечно, да, вот, потому что Накшатры разная природа, что называется, вот, это, это, это называется обусловленность. Кроме того, существует прарабдха карма, проросшая карма на эту жизнь, да, это проросшая, это проросшая карма, она имеет свою периодику, то есть, ну, тут астрология нам в помощь, да, периоды разных планет, разная энергетика в периодах-подпериоды, в подпериодах-подподпериоды и так далее, то есть, это все говорит о том, что вещи будут меняться, вещи будут меняться, вот, и единственное, что, как бы, вот, нас является гарантией, нашего продолжения процесса, это вот то, что в Бхагавадгите, конечно, за термином стхитадхирмуни, то есть, мудрец прочного разума, вот, то есть, на уровне чувств, на уровне ума, на уровне внешних обстоятельств происходит постоянное изменение, понимаете, какие-то люди, вещи приходят, нашу жизнь уходит из нашей жизни, меняются обстоятельства, места пребывания, еще что-то такое, то мы болеем, то мы выздоравливаем, то есть, какой-то, какой-то ряд будет постоянно меняющихся, да, вот, но стхитадхир обозначает, что это вот дхир или разум, да, стхита, стхита, значит, утвердившийся, то есть, это говорит о том, что мы можем жить на неком таком уровне разума и сверху посматривать на изменения, происходящие в нашей жизни. Если это произошло, то человека можно поздравить с этой вот первой победой, потому что это и есть уровень ништхи, да, вот, что какие-то кармические изменения продолжают происходить в его жизни, а он смотрит с позиции духовного разума на это, он говорит, ну да, сегодня хорошо, завтра плохо, там, сегодня болит, завтра не болит, сегодня деньги есть, завтра денег нет, То есть, какие-то вещи происходят, но он на другом уровне находится. Если человек не утвердился на этом уровне, вот, то, соответственно, ситуация вниз, и он своим сознанием вниз, ситуация вверх, и он своим сознанием вверх, то есть, его разум будет привязан к изменчивым материальным ситуациям, понимаете? И поэтому то он вдохновлён, то он не вдохновлён, вот, то есть, это обозначает, что пока человек не реализовал свою отдельность от тела и не утвердился на уровне разума, поэтому он следует кармическим тенденциям. Что касается кармы новой или старой, на каждую жизнь дана прарабдха карма, больше вам, как говорится, не полагается, ни хорошего, ни плохого, вот, но, кроме прарабдха кармы, есть ещё такое понятие, как крия-мана карма. Крия-мана карма – это сфера нашей свободы. Смотрите, прарабдха карма – это сфера предопределённости, допустим, внешность, ваш рост, продолжительность жизни, что-то там ещё, финансовая, семейная ситуация – это вещи более-менее предопределённые, это прарабдха, их изменить нельзя. Но крия-мана карма – это как вы реагируете на вашу прарабдху. Вы можете к ней относиться философски спокойно, вы можете нервничать, почему у меня такая карма, возмущаться и так далее. То есть, если прарабдха – это предопределённость, то крия-мана – это сфера нашей свободы. И вот теперь вы говорите, будет ли поступать новая карма, а от вас зависит, понимаете? Если, допустим, к своей прарабдхе вы начинаете какие-то неадекватные реакции на уровне крия-мана кармы добавлять, вот, всё, я не хочу, начинаете творить какую-то ерунду всякую, только этой своей прарабдхе вы создаёте эту крия-мана, которая будет отягощать вас, понимаете? С другой стороны, благодаря духовному знанию у вас появляется правильный шанс использовать свободу, и поэтому сейчас вы не будете создавать новую какую-то крия-мана карму, понимаете? Крия-мана, буквально, творящаяся в уме, крия-твори, мана-ум, да? Крия-мана карма – это то, как вы умом реагируете на свою прарабдху. Вот один человек красивый, и он счастлив этим, а другой человек некрасивый, и он возмущается. Почему я некрасивый там, да? Как-то нужно, не знаю, что-нибудь там брови насадить или выдергать, или форму носа поменять, или ещё что-нибудь там, да? То есть он начинает как-то реагировать на свою прарабдху, да? Вот он пытается как-то там улучшить, да, каким-то образом ситуацию. Поэтому он может повлиять, усугубить или, наоборот, облегчить свою ситуацию, правильно реагируя на то, что есть. Потому что то, что есть, это же он сам заработал, правильно? Это не то, что ему там в какой-то вселенской лотерее не повезло, вот. А сейчас мы получаем то, что мы заработали. И поэтому, если ты возмущаешься, ну, возмущайся собой самим, да, собственно говоря. А не там тем, что судьба к тебе несправедлива. Вот в судьбе там бухгалтерия идеальная, там ошибок не бывает, выдают только то, что заработал. Вот, поэтому вот этот вот духовный разум, он помогает нам нейтрализовать все эти вещи. Плюс, если человек поднимается на таком эмоциональном уровне уже, вот, в духовном плане, вот, то эта карма начинает сгорать. Как вот духовное знание, это что там, 4.37, Багавадгиты, да, что подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, так и огонь духовного знания сжигает последствия нашей кармы. Но интенсивность огня, понимаете, если у человека карма тяжелая, а духовного разума маловато, то в этом таком слабеньком огне, это полено, оно не очень, так сказать, будет проявляться, понимаете, да. Вот, поэтому, если карма не очень, так сказать, такая материально негативная, а огонь сильный, значит, быстрее все сгорит, понимаете. Дорогие преданы, если вы мне дадите такое право выбирать электронные руки тех, кто не задавал до этого вопросы, и как бы, но перешагнуть через тех, кто уже задавал вопросы, вы не обидите, я с надеюсь. Тогда я попрошу Матаджи Джугалкишари, пожалуйста, включайте микрофон. Харри Кришна, дорогие преданы, Раджандра Кумар Прабху, имите мои поклоны. Я хотела задать такой вопрос, он немного, ну, не совсем тело лекции, но он очень меня волнует, но я вот хотела бы получить ответ, воспользуюсь этой ситуацией. Вот скажите, пожалуйста, в 11-й песне Шиман Бхаграта, Годи Парамадхана Прабху в комментариях пишет, что Божество, там присутствует Парамадма. И, соответственно, насколько я понимаю, то это только от нашего настроения зависит, да? Если мы будем относиться к Божеству как к Парамадме, то отношения к Господу мне не останутся на уровне, да? То есть там не проявится вот эта личность Бога. Но если мы будем расстраивать правильный уровень наши отношения к Кришну, то все энергии Господа проявятся. Вот правильно я это понимаю. И второй момент, а почему тогда йоги, которые медитируют на Парамадме в сердце, по сути дела, наше тело, да, это не может. Ну, вот есть муртия, там Господь в форме Парамадме присутствует. Вот мы медитируем, например, и наши отношения с ним развиваются. Почему тогда йоги, которые, тем не менее, они медитируют на Господа в своем сердце, да? Которые, по сути дела, вот это тело тоже как сосуд для Господа. Но отношения с Парамадмой, тем не менее, не развиваются. Парамадма, она так и остается судьей, да? Который только позволяет, ну, санкционирует. Спасибо большое. Почему у йогов не развиваются отношения дальше, чем Парамадмы? Да. Ну, потому что у них такой задачи нет. То есть, они же, вот эти вот Парамадма вади или йоги, у них какая цель? Освобождение. То есть, если у них цель освобождения в брахмане, то они медитируют на эту Парамадму для того, чтобы достичь этого освобождения. Там вот и все. То есть, если у них цель, если они попадают под какое-то благотворное общение с преданными, да, становятся бхактами, тогда уже начинает Бхагаван пристрастно реагировать. Парамадма беспристрастно реагирует. Тут все от задачи. Каков вопрос, таков ответ. Кришна говорит, как предаешься мне, так я и отвечаю. Вот поэтому, каков заказ этого йога, таков и ответ. Понимаете? То есть, правильно ли я понимаю, что все-таки с Парамадмой и с ним можно развивать отношения? Это зависит от твоего заказа. Во-первых, нужно понять, что вот это вот брахмити, парамадмити, бхагаванити, шабдиоте, вот это вот воданти, татататва, видос, тататва, яджи, гианам, адвоям, брахмити, парамадмити, бхагаванити, шабдиоте. Ученые-трансценденталисты описывают эту абсолютную истину, как нечто адвоям, неделимое. То есть, удобство ради, мы проводим категории брахман, парамадма, бхагаван, для изучения. Но в действительности они не разделены, а двоям, даже на два они делятся, не то, что на три, понимаете? Поэтому одно дело, когда мы изучаем и говорим, это брахман, безлично, это парамадма, это бхагаван, это для изучения категории. Для нас эти различия существуют, понимаете? Беда, иначе мы не разберемся. Но в действительности они о двоям, это единая абсолютно истина. Поэтому не то, что там Кришне надо переодеться, да? Ой, парамадма, тут там четыре руки, что-то не то, да? Он мгновенно проявится, как бхагаван, понимаете? Если наш заказ таков. Вот. Ну, а что касается проявления парамадмы в божестве, ну, я небольшой специалист по поклонению божества, единственное, что я могу сказать, это то, что парамадма, она вообще-то в каждом атоме присутствует, да? В каждом сердце и в каждом атоме присутствует. Вот. И парамадма в смысле вишну. То есть, что мы поклоняемся божеству, начиная с уровня благоговения и почтения. То есть, допустим, может стоять божество Кришна или Радха Кришна, да? Вот. Но наше поклонение ему, как вишну, понимаете? Парамадма – это вишну. То есть, может быть, вот вы, может быть, я сейчас не знаю, о каком именно комментарии идёт, но я предполагаю, что, возможно, в этом лежит ответ, что вишну в смысле могущества, да? И поэтому мы кланяемся Радхе и Кришне. В Нагалокии никто не кланяется. С ними там запросто общаются, понимаете? А мы кланяемся, потому что это наш сейчас уровень, да? Это наш уровень новичков. То есть, правопад говорит, мы поклоняемся Радхе и Кришне в духе Лакшмина Райана. Понимаете, да? Может быть, в этом смысле имеется в виду, что парамадма как вишну. Ну или парамадма как тот, кто, ну, как вот вы говорите, да, Упадрашта Нуман Тача, он наблюдает и дозволяет, он принимает, так сказать, всё. То есть, как бы, парамадма имеется в виду, что это не просто какой-то кусок камня, да? А что здесь живой Господь через божество взаимодействует с нами. Но начинается это взаимодействие вот с уровня вот таких вот отношений, благоговения и почтения. И вот ещё тогда я помню... Матаджи, я прошу прощения. Вы хотите продолжать или позволить ещё другим? А можно прям вот, это совсем чисто технический вопрос. А, ну, чтобы не превращался... Минутка, прям минутка. Минутка, я вам... Спасибо. Минутка, вот вы просто в одной из лекций сказали, что Господь уже гонатки поклоняется не по панчаратрике. А можете вот просто уточнить этот момент, как ему поклоняются? Потому что я задавал вопрос, никто и не видя. Ну, ответ на этот вопрос может быть коротким или быстрым. Не по панчаратрике обозначает... Вот у вас есть толстая книга, да, панчаратрика. Вот вы прочитаете её, а не по панчаратрике обозначает, что эту книгу можно отложить в сторону. Не по панчаратрике. Вот, это короткий вариант ответа. А подробный вариант ответа, это нужно спрашивать у этих панд, которым поклоняются. Вот, был такой Махарадж Пандея, который забрал божества Джаганадхи у буддистов, потому что был какой-то определённый период буддизма, правления в Индии, вот, и буддисты присвоили себе Джаганадху, решили, что какое-то у них проявление Будды. И потом этот Махарадж Пандея, он забрал у них эти божества, вот, и теперь, как бы, отдал опять, так сказать, ну, тем, кто поклоняется по своей такой сложившейся традиции, вот, и теперь поклонников этого божества стали в честь имени этого Махараджа Пандея называть пандами. Вот, не в смысле эти там китайские мишки, эти панды такие полосатые, а панды как последователи Пандеи. Вот, то есть, это надо их спрашивать, что у них свои какие-то там тантры есть, вот, своя традиция поклонения Джаганадхи. Тут я уже не специалист. Могу лишь только сказать, что, ну, у меня дома божества Джаганадхи, я им поклоняюсь, ну, как сказать, я эту Панчаратор Прадипу даже вообще и не трогаю, чтобы не расстраиваться, в общем. Вот, а просто, так сказать, ну, пробуждай божества с определёнными мантрами, значит, там переодеваю их, ну, они там такие эти, типа перинки лежат, всё, я их кладу, переодеваю ночные одежды вечером, значит, утром я, значит, подымаю их, ночные одежды снимаю, дневные одеваю, вот, значит, предлагаю им пищу, там пропеваю какие-то мантры, там, молитвы, вот, собственно говоря, и всё. Вот это вот моё поклонение Джаганадхи, не по Панчараторе, может, я за это в ад пойду, но мне кажется, что как-то вот нормально. Вот, поэтому тему поклонения божества Амарчана это явно не мой вопрос, вот, это надо со специалистами, конечно, общаться. Давайте, я сейчас, ну, я сейчас сижу перед окошком, и мне некоторое время назад этот доктор мой помахал рукой, это обозначает, что он что-то хочет сказать, вот это обозначает, что нам нужно заканчивать. Давайте, может быть, там ещё один-два вопроса, и на этом мы закончим. Хорошо, давайте последние два вопроса, один вопрос с Зума и один вопрос с Ютьюба. Давайте сперва с Ютьюба, материн мира, пожалуйста, задайте, выберите самый лучший вопрос, относящийся непосредственно к теме, Пожалуйста. Вопрос от Вишал Кришна, есть вкус к скорби и к трудностям, когда У ищет их пространство, и считает, что без них жизнь не имеет глубокого смысла. Возможно ли искоренить эту тенденцию? Вкус к скорби и к чему ещё? К трудностям. К трудностям. Ну, вкус формируется, он не сразу возникает, это обозначает, что, может быть, человек, у человека была такая жизнь, что вот он как-то вот в этом всём жил и приобрёл даже вкус, как это во время октябрьской социалистической революции, была такая группа эссеры назывались, и у них был лозунг «В борьбе обретёшь ты счастье своё». Поэтому есть люди, которым нравится бороться, есть люди, которые избегают трудностей, есть люди, которые он просто хлебом не кормит, да, и вот им нравится, а не какой-то экстримичный, надо куда-то залезть обязательно, там с парашюта прыгнуть или ещё что-нибудь такое, если они вот без этого адреналии, они просто не могут жить. Поэтому я бы сказал, что это индивидуальные особенности, которые продиктованы прошлой кармой человека. Конечно же, они имеют в себе оттенок гуна невежества, потому что скорбь и прочие вещи – это не самые возвышенные эмоции. Но, скорее всего, есть какая-то определённая инерция. Я могу сказать на своём таком личном примере, что до сознания Кришны я был таким достаточно минорным человеком, то есть я любил минорную музыку, вот такое, как бы немножко с такой примесью тамаса, что называется, да, как говорится, сыр с плесенью, грубо говоря, да. Вот это вот какие-то примеси такого невежества, они присутствовали в моей природе. А потом, по мере, так сказать, моих попыток духовных, я заметил, что меня этот минор уже практически перестал волновать. Вот, и иногда он тоже, как бы, хорош в каких-то небольших дозах, да. Вот, но в целом я заметил, что настроение в более позитивную сферу сменилось. Поэтому фактически, как говорится, Кришна-сурья-сама, да, он же Кришна подобен солнцу, вот, а майя, она подобна тьме. Вот, и все эти вот горечь, там, все эти негативные эмоции, это всё из долгого контакта с майей. Вот, поэтому, если у человека долго с этим контактировал, и как-то у него, может быть, это всё ещё, ну, по карме, гороскопически как-то вот он на тем обусловлен, то это вот, ну, не знаю, может, у него там луна в какой-то там такой, на кшатре не очень, так сказать, радостный. Вот, это вполне может быть вот таким идущем. Но, тем не менее, поскольку мы контактируем с Кришной, который подобен солнцу, то это обозначает, что есть все шансы на изживание этой тенденции. Вот, ну, ещё, может быть, вот, не знаю, так сказать, не хочу никого обидеть, но вот есть такая религия, она называется православие. Там вот какие-то акцентики такие вот на страдании, вот на покаянии, на том, на сём, что-то такое, какой-то минорный, очень сильный такой акцент там делается. Вот, и если человек, допустим, как-то, может быть, с этим был связан, то вот такое, какая-то вот, какое-то вот печальное такое настроение или вот всем и грешникам, и грешники, там и всё прочее, прочее, вот такая вот какая-то медитация, она может как-то так чуть-чуть вот передаваться, тоже такое вот, ну, из прошлого какое-то настроение. Но это всё вещи поправимые, изживаемые. Так, последний вопрос. Говида Чарам Прабу. Харе Кришна, Моя поклонная, Джана Кумар, всем приветствуем. Харе, Харе Кришна. В последнем зуме мы вот разговаривали, хорошее предложение сделали, называть варну гунна кармой. Мне очень понравилось. И вот в соответствии с этим я хотел, ну, я сначала вспомнил, что много лет назад, ещё когда Харе Кеши с вами давал лекцию, он сказал, что в принципе гунна карма на протяжении всей жизни не меняет. Ну, я очень такая долгоиграющая вещь. Вот. И я хотел спросить, вот в соответствии с этим, как вы могли бы раскрыть тему, что вот преданность, она может не зависеть от этих вещей. Вот яркий пример Пандава, где вот Дирхи Шхиров был таким спокойным, размеренным человеком, Абхима, как мы знаем, был очень темпераментом. Вот. И как эти вещи могут быть связаны, и мы привыкли их видеть раздельными. Так же, как вот варна, шамадхарма и санатанадхарма. То есть мы не можем найти этот переход. Главный. Мы, может быть, его не можем найти, потому что он и не нужен. Потому что у нас есть некий идеал, что вот преданные вот у нас, как бы, ну, в нашей традиции все идеалы, они такие брахманические. Откройте вот читание Черетамбрит, вот такой-то чистый брахман, такой-то чистый брахман. Вот. И складывается такое ощущение, что все чистые премины, ну, у нас еще утверждение есть такое, да, что Ваишнаф, он даже выше брахмана. Вот. С другой стороны, представьте себе, что Кришну окружает одни вообще сплошные вот такие вот чистые брахманы, все такое, знаете. Ах-ах, благостное такое, прямо вот спокойное. Классно, да? Вот. Но жизнь вообще-то полна разнообразия. Вот. И поэтому чистыми преданными могут быть и кшатри, и кто угодно. Вот. Поэтому вот этот вот, как вы говорите, переход от варнашема дхармы к санатанадхарме совсем не обозначает, что если я, допустим, уже преодолел свою варну, да, и поднялся на уровень санатанадхармы, то я потерял свою индивидуальность. Ничего подобного. То есть, допустим, в духовном мире, хотя там нет варн, как производных от гунокармы, да, вот, но там есть разные типажи. Вот. И, допустим, мы узнаем, что вот там рукмини, она такая вот прямо, ну, вот такая прям тихая, спокойная, там все это, а вот сатьябхама такая взбалмошная, и так далее. Такое ощущение, что как будто на нее какие-то гуны действуют, да, но это не гуны, вот, это просто ее природа, которая наслаждается Кришна, да, что вот Чандравали, она такая там прямо вообще вся нежная, такая прямо уж там еле дышит, да, вот, а Радхарани такая, у нее такой огненный характер, да, это же не следствие гун, правильно? Если мы увидели какого-то темпераментного человека в этом мире, мы говорим, это следствие гуны, это гун и так действует. Но прообразы гун, где это духовное разнообразие, там эти разные характеры, они не гунами вызваны, вот, и поэтому мы говорим, ну, да, Бхима, он такой склонный в гнев подать, а вот Хиштхира такой спокойный, рассудительный, но оба чистые преданные, понимаете? И Кришна наслаждается и тем, и тем, и тем. То есть, это форма нашего такого, знаете, имперсонализма всех в брахманов превратить. Все такие спокойные ангелы, вообще, так сказать, там, и все такие прям нежные и мягкие, а острые специи где, извините, так сказать? Их нет, что ли? Они тоже есть, понимаете? Но в духовном мире они не гунами вызваны. А это просто природа такая, для разнообразия, для удовлетворения Кришны. Поэтому, поэтому, когда вы говорите, я не могу найти переход от Варнашемы к Сенатанадхарме, да, может быть, потому что есть не совсем правильное понимание, что Варнашемы мы обусловлены так-то, так-то и так-то в разных гунах, а когда мы от обусловленности освобождаемся, мы становимся такими чистыми все супербрахманами. Это иллюзия. Это иллюзия. Это наша тонкая форма имперсонализма, которая проникает в персонализм, понимаете? Там такое же разнообразие в духовном мире, еще больше, но уже не гунами вызванное, а индивидуальной природой. А вот комментарий Шалапру Пада пишет к сегодняшнему стиху. Шриты мантры указывают, что каждое живое существо имеет свое изначально естественное положение с присущей ему определенной расой, которой оно обменивается с личностью Бога. Да, да, да. Именно. Да, да, говорите, говорите. Недавно кто-то задавал вопрос насчет расы, поскольку мы там говорили о Вайконке и Галоке Вриндаване. И вот такой вопрос был, я, может быть, сейчас не воспроизведу точности. Но суть в том, что, да, лейтмотив учения Шалапру Пада, что раса не меняется. То есть у нас уникальные отношения есть. и совершенство означает как раз-таки пробуждение этих отношений, вечных отношений. Также может ли живое существо, совершенное живое существо, уже находящее в своем естественном положении, иметь также другие расы, проявлять другие расы, вступать в другие отношения? Конечно. Где это, по-моему, в Джейвадхарме, кажется, Бхактина Ватхакур говорит, если я не ошибаюсь, что живое существо, как вот монетка с двумя разными сторонами, это там, по-моему, он говорит, что какие-то спутники Господа Кришны, допустим, которые в женских телах, в духовном мире, да, там какие-то гопи, они приходят в мужских телах в Игры Господа Чайтани, поскольку он Саньяси, иначе он общается с мужчинами, да, вот, а в духовном мире они гопи, одна и та же личность, разные стороны монеты, вот, поэтому, когда мы говорим, раса не меняется в духовном мире, это не обозначает, что нет разнообразия, то есть, это обозначает, что она остается, как вот, ну, это вот нужно понять, да, вот эти вот в Нектаре Преданности Страй Бхава, Сатвикабхава, Вьябичарибхава, да, то есть, как бы одна есть это Страй Бхава, постоянная, да, раса, вот, но меняется настроение, понимаете, Вьябичарьи, Сатвикабхава, это все какие-то такие временные, какие-то изменения всякие, то есть, присутствует разнообразие, допустим, лето, да, но летом, может быть, день там сухой, там влажный, там дождливый, там еще какой-то, да, лето остается летом, но чуть-чуть там ветер подул оттуда, отсюда, там что-то он принес, там какой-то аромат, или влагу, или сухость, что-то там еще, понимаете, да, вот, то есть, поэтому, то, что раса одна, и она, как бы, в принципе, стабильна, не обозначает, что в ее рамках не может быть вот этого разнообразия, плюс, допустим, Кришна пришел в облике господочитаний, и эти же там какие-то гопии, да, раз они пришли в облике там каких-то его спутников в этом мире, ну, я так понимаю, по расе, я, конечно, не специалист большой, тогда на этом мы завершим, огромное спасибо, Прадженду Кумар Прабху, за замечательное такое вот глубокое обсуждение, глубокое обсуждение, Град Тарадшима Дбхагаватама Кий-джай, Сила Прабху Парху Кий-джай, Ананта Котива Ишна Варенде Кий-джай, Его милость, Прадженду Кумар Прабху Кий-джай, Нитай Гору Примананде, Харик Вишна, спасибо всем за приглашение, за разумные вопросы, Харик Вишна. Надеюсь, надеюсь, мы продолжим в таком же ключе, мы будем приглашать вас периодически. Ну, если заранее согласовать, да, будем согласовать. Хорошо, спасибо, Харик Вишна. Спасибо, Харик Вишна.